Врач-педиатр и эксперт нашей программы Владимир Чекулумов уже в студии. Доброе утро! Доброе утро! Мы действительно поговорим про способы закаливания. Я буквально, вот как специально, накануне увидел один такой ролик, мне он показался правдивым. Вот знаете, есть некоторые категории бабушек в большинстве своём, которые стараются каждый раз закрыть форточку, чтобы по полу не дуло, чтобы не было сквозняков. А на самом-то деле, от открытой форточки и сквозняков, допустим, или то, что тянет по полу, заразиться-то, или точнее, заболеть-то тяжело, правда? Ну, по сути, да? Абсолютно верно. Потому что вот как раз если говорить про закаливание, здесь нужно понимать, что это не профилактика вирусных инфекций. И это не способ какой-то влияния на иммунную систему. Потому что очень часто, да, сейчас объясню. Очень часто вот на самом-то деле закаливающие процедуры, они у нас как появляются в жизни, в семье? Допустим, ребёнок начинает ходить в детский сад, он начинает болеть. И тут родители думают, надо устроить какой-нибудь процесс обливания водой. Это происходит, допустим, один раз, однократно, а потом все всё забывают и до следующего раза. То есть получается, что... До чего это всё было? Это было больше психологическое действие со стороны родителей, что они что-то делают. Но по факту это никак не помогает. И вот сами по себе способы закаливания, вы абсолютно верно говорите, что как раз-таки та самая форточка, тот самый холодный пол, по которому ребёнок ходит босиком... Сон в прохладе, а не в укутывании. Сон в прохладе, потому что дети болеют. Не от того, что они переохлаждаются, а от того, что они переукутанные, и от того, что они потеют. Потому что если ребёнок, возвращаясь с улицы, вы засунули ручку около в область спины и поняли, что он весь мокрый, значит, что он очень был тепло одет. И он от сквозняка заболеет. А не от того, что на нём, допустим, не было какой-то шали. Да, шали. Или кофточки с длинным рукавом. Для меня с детства как-то так стереотипно. Закаливание – это обливание водой. Солнце, воздух и вода, как всегда говорилось, наши лучшие друзья. Действительно, нужно понять для себя одну большую истину, что способы, так скажем, предотвращения вообще заболеваний, они очень простые. Это правильный режим дня, это правильное рациональное питание, это, ну, пусть будет зарядка с утра и, возможно, какой-то контрастный душ. Но это должно быть систематично, это должно быть постепенно. И самое главное, это должно нравиться ребёнку. Потому что если он не получает удовольствия, не было принуждения ни в чём. Не в еде, чтобы не было насильствия. Не в том, чтобы он ходил обязательно голыми ножками по полу. То есть он должен от этого получать удовольствие. И тогда, соответственно, у него будут все сферы, скажем так, связанные между собой, быть в ресурсе, да, как сейчас говорят. Это и психология, это и дефицитных состояний у него не будет. И он не будет болеть. Владимир, ну, есть же такая фраза, мама, папа, я – спортивная семья. Мне кажется, в этой модели очень легко и просто. Если папа или мама спортсмены, любят ходить на свежий воздух, там, не знаю, совершать прогулки, обливаться в том числе, им как-то привить – это проще, да? А вот те родители, которые хотят попробовать, с чего стоит начать? Есть ли какие-то рекомендации врачебные, не знаю, начиная от температуры воды, да, какая должна быть? Обязательно ли выходить на улицу в 20-ти градусный мороз? Или можно дома под прохладным душем? Здесь, конечно, все зависит от того, какие индивидуальные особенности ребенка. Потому что мы понимаем, что исходное состояние может быть разное здоровье, разный возраст, когда родители все-таки осознают, что нужно заняться здоровьем. И самое простое, наверное, что можно сделать в домашних условиях – это называется так называемый метод холодного пятна. То есть ребенок у нас находится в ванне, он может там быть полностью погружен, так скажем, либо это душ. Но когда процедура заканчивается, он ножками стоит в теплой водичке, включается кран, более прохладный, и вот это место, где он находится, оно постепенно-постепенно, температура снижается. И каждый раз вы снижаете ее и доводите практически до холодной воды. То есть в этом есть постепенность, системность, индивидуальность. И самое главное, чтобы ему это нравилось. Я правильно понимаю? Это все происходит в тазике. Ну, ванна, тазик, в зависимости от того, где он... Нет, вы сказали, что сначала ребенок стоит в теплой воде, и потом... Ну, ванна большая, да, есть кран, соответственно, он ножками вот стоит в тепленькой водичке, которая спускается, да, и оттуда бежит холодная водичка. Нет, я просто никак не могу ребенка своего приучить к прохладной воде. Он требует всегда горячую. Он стоит горячий, но постепенно водичка охлаждается. Так разбаловали. Надо изначально было. Конечно, сейчас привили ему любовь к теплой воде. Правильно же? Так, с водными процедурами более-менее понятно. Зачем вы нам принесли мороженое? А мороженое – это тоже один из способов закаливания. Когда родители приходят на прием и спрашивают какой-нибудь вкусный и такой вот способ закаливания, то, соответственно, я обычно говорю, а это мороженое. И очень так часто удивляются. А почему? А потому что вот вы сейчас откусили, посчитаем до 10 и не проглатываем, подержали во рту, а затем проглотили. И делаем это раза три в день. И, соответственно, происходит такое легкое охлаждение полости рта, и те детки, которые страдают частыми танзелитами, они постепенно привыкают к прохладе. Владимир, это, мне кажется, не очень правильный совет. Почему? Потому что все-таки мороженое сладкое, а что делать, если это будет вместо мороженого кубик льда небольшой? А могут быть кубики льда, а вы можете мороженое сделать дома, из ягод, сделать сорбет. Это как вариант. Или из йогурта, например, заморозить. Пожалуйста, все, что вы считаете для своего ребенка более правильным, вы все это можете использовать. Здесь же самая фишка в том, что вы кушаете что-то прохладное, постепенно охлаждаете, температура снижается в полости рта, и вы тем самым организм приучаете к тому, что если вы выйдете на улицу, вы не заболеете. Ну и финал беседы. Прохладные напитки детям? Однозначно да. Прекрасно. В смысле? Однозначно да, но постепенно. Однозначно да, но постепенно. Но есть некоторые родственники, которые приходят, у тебя стоит графин с фильтрованной водой, они обязательно в нее добавят тепленькой кипяченой, чтобы тепленькая водичка была. Ну вот, понятно. Это нужно менять стереотипы. Поэтому у вас ребенок в горячей воде любит мыться, Татьяна. Испортили всю модель. Давайте перестраивайтесь. Начнем с мороженого. С утра пораньше мы говорим, конечно, спасибо Владимиру Чакунову. Желаем закаливания не только вашим детям, но и вам самим, потому что это забавно иногда бывает. Особенно контрастные души, когда не можешь проснуться или еще чего-нибудь. Приходите к нам обязательно. Еще с едой. Да, с нескустыми руками мы всегда рады. Продолжим эфир.